Добрый день, ребята! Рада приветствовать на уроке информационно-коммуникационных технологий. Поздравляю вас с началом четвертой четверти. В этой четверти мы продолжим изучать программу Microsoft PowerPoint. Тема урока – создание и оформление презентации. Сегодня на уроке вы узнаете, как создавать простые презентации, содержащие текст и изображение, изменить дизайн презентации. Вы научитесь использовать готовый шаблон оформления презентации и находить изображение на определенную тему в сети интернет. Ребята, послушайте и разгадайте загадку. В морях и реках обитает, но часто по небу летает. А как наскучит ей летать, на землю падает опять. Что же это? Правильно, это вода. Вода – самый ценный ресурс на планете Земля. Это источник жизни для всего живого на Земле, как растительного, так и животного мира, в том числе и для человека. Давайте вместе создадим презентацию на тему «Вода – источник жизни». Запустим программу PowerPoint. Для этого выполним команду «Пуск» – «Все программы» Microsoft Office – Microsoft PowerPoint 2010. Возможно, интерфейс этой программы и некоторые команды у вас будут отличаться по названию или расположению. Все зависит от того, какой версии программа Microsoft Office установлена на вашем компьютере или ноутбуке. Перейдем на вкладку «Главное» и создадим еще один слайд, выполнив команду «Создать слайд». Для изменения дизайна презентации воспользуемся командой из вкладки «Дизайн». Команда «Дизайн темы» позволяет использовать уже готовый шаблон «Оформление слайдов» в зависимости от темы презентации. Выберем понравившийся дизайн. Вы можете также изменять цвета уже готовых шаблонов, выполнив команду «Цвета». На первом слайде напечатаем заголовок нашей презентации «Вода – источник жизни». Выделив заголовок, переходим на вкладку «Главное». Изменяем вид шрифта, выравнивание, размер, начертание. Можно сделать курсивное, подчеркнутое. По желанию можно изменить цвет заголовка. Добавим в нашу презентацию изображение воды из сети интернет. Для этого воспользуемся поисковой системой Google. В строке «Поиска» введем название «Вода». Переходим во вкладку «Картинки». Выбираем понравившуюся картинку. Правой кнопкой мыши вызываем контекстное меню и выполняем команду «Копировать картинку». Возвращаемся в нашу презентацию. Выполняем команду «Главное – вставить», «Параметры вставки», «Рисунок». Изменяем размер и расположение рисунка. Аналогично выбираем картинку для второго слайда. Также его копируем и вставляем на второй слайд. Изменяем размеры и расположение. Наша презентация «Вода – источник жизни» готова. Ребята, давайте проверим себя. Обозначьте, верны или неверны, следующие утверждения. Презентация – это программа для создания графических изображений. Компьютерная презентация состоит из слайдов. На слайде нельзя размещать текст и картинки. Презентация – это программа для создания графических изображений. Неверно. Компьютерная презентация состоит из слайдов. Верно. На слайде нельзя размещать текст и картинки. Неверно. Ответьте на вопросы. Какая программа используется для создания презентации? Какую команду необходимо выполнить для запуска программы PowerPoint? Команды какой вкладки используют для оформления слайдов? Проверьте себя. Программа для создания презентации – PowerPoint. Для запуска программы PowerPoint необходимо выполнить команду «Пуск», «Microsoft Office», «Microsoft PowerPoint» или ярлык на рабочем столе. Команды вкладки «Дизайн» используют для оформления слайдов. Напишите правильный порядок слов в предложениях. Создают обычно PowerPoint в программе презентации. Находится «Создать» команда в вкладке «Главная слайд» на «Интернет из презентации изображения» вставить в можно сети. Правильные ответы. Обычно презентации создают в программе PowerPoint. Команда «Создать слайд» находится на вкладке «Главная». В презентацию можно вставить изображения из сети интернет. Молодцы, ребята! Вы успешно справились с заданиями. Подведем итоги. Сегодня на уроке вы узнали, как создавать простую презентацию, содержащую текст и изображение. Вы научились оформлять презентацию и находить рисунки на заданную тему в поисковой системе Google. В завершении урока предлагаю игру «Острова». Выберите остров, на котором вы оказались после изучения темы урока. На острове грусти, радости, недоумения, просветления, ожидания, наслаждения, воодушевления, тревоги, удовольствия, неопределенности или в Бермудском треугольнике. Отправьте название острова своему учителю. До свидания! До новых встреч! До новых встреч!